Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире Радио Спутник в Крыму. Продолжаем эфир Радио Спутник в Крыму. В студии Ринамульд всем еще раз. Здравствуйте. 28 июля в Крыму состоится событие, которое представители науки, обычные крымчане и гости полуострова ждали более двух лет. Официальное открытие пещеры Таврида. С 2018 года здесь проведены большие научные и подготовительные работы к приему посетителей. И мне очень приятно представить гостей, которые сегодня в студии. Это люди, которые имеют к тому, что я сейчас рассказала, самое непосредственное отношение. Ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Андрей Фололеев. Здравствуйте. Да, добрый день. Президент Российского союза спелеологов, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин. Здравствуйте. Добрый день. Директор научного спелеопалеонтологического комплекса пещеры Таврида КФУ имени Вернадского Сергей Грещенко. Сергей, также приветствую. Добрый день. Итак, начнем, наверное, с самого начала. Я бы хотела все-таки, чтобы вы напомнили нашим радиослушателям, как была обнаружена пещера, когда это было. А я вот прежде всего расскажу то, что мне очень приятно, что в нашей студии впервые было объявлено о том, что вот такая пещера существует. В нашей студии было объявлено, что ей было решено дать название Тавриты. И в нашей же студии было объявлено, что это будет вот таким комплексом, который мы уже самое скорое время вместе с крымчанами и гостями полуострова увидим. Кто начнет? Андрей Павлович, давайте вы как старший у нас. Первая история. Легенда начинается с того, что был проект трассы Таврида, и строители начали строить эту трассу Таврида. И как раз здесь, проходя прокапывая в Белогорском районе, в районе Зуи, начал проваливаться ковш экскаватора. Тогда они срочно спохватились, начали искать людей, которые могут разобраться, куда проваливается ковш. Нашли ученых Крымского федерального университета. И как раз Геннадий Викторович, так как все пещеры в Крыму открывались именно им, действительно не умеют и обследовать пещеру, и сделать цифровую карту пещеры. Поэтому очень быстро, если я не ошибаюсь, это было начало, проходило выходные. Потом дальше, буквально в течение нескольких дней, потому что трассы Таврида, срочно выполнение ФЦП, бегом была создана цифровая карта. Вот Геннадий Викторович как раз с помощью своих приборов ее создал. И дальше начали рассуждать, что же с ней дальше делать. Первое дело, конечно, было желание пройти и залить бетоном. Но вот в том числе наши ученые, исследуя эту пещеру, обнаружили останки древних животных. Мы обнаружили, что это порядка миллиона лет. На тот момент, наверное, меньше, не миллион тогда звучало, а с самого начала. Даже меньше, сто тысяч лет звучало. Первое, да, первое мы понимали, что это порядка 100-200 тысяч лет назад было логово Гиены, которое порядка 20 тысяч лет, на протяжении 20 тысяч лет таскало туда всех, кого могла найти в округе. И это значит, это место являлось капсулой времени, законсервированным, которое свидетельствовало о животных той эпохе. То есть, крымские ученые поняли, что это уникальнейший объект. Уникальнейший объект. Более того, пещеры древние в мире существуют. Но за время существования все они имеют антропологический какой-то след. То есть, человек туда имел доступ, он как-то там успел чего-нибудь там либо написать на стенках, либо, не знаю, может быть, и келью там сделать. Самый простецкий вариант вы озвучили, да. Да, но тем не менее здесь была именно закапсулирована. Доступа туда не было, потому что входы древние были закрыты, видимо, ледником. И дальше после этого начались исследования. И это было в тот момент крайне важно сохранить пещеру. Ну, потому что, да ну, какие-то останки, какие-то кости, этих костей. Тут обратились мы к Сергею Валерьевичу. Это даже был в тот момент главный заступник, который сказал, ну, слушайте, ученым надо. Крымский федеральный университет просто так не будет обо что просить и заступаться. Мы говорили, что уникальный объект. Он обратился к Владимиру Владимировичу о том, что объект надо сохранять. И тогда было принято решение на вот самом высоком уровне о том, что пещера Таврида сохраняется, трасса Таврида и строители делали новое проектное решение для того, чтобы сохранить пещеру для дальнейшего, для поколения. Мы знаем, что такое трасса Таврида, но мы теперь понимаем, и что такое пещера Таврида, вот этот уникальнейший комплекс. Геннадий Викторович, сразу поняли, что это уникально, вот даже еще, как скажем, без глубоких научных разработок, или все-таки только тогда, когда посерьезнее проработали? Ну, вообще, в принципе, попадать на стройку федерального значения каким-то людям, даже ученым, это запрещено. Безусловно, конечно. А мы пришли, ну, просто, поначалу это просто было такое любопытство посмотреть. И, конечно, мы когда спрестились... Ну, подождите, но строители же к вам обратились? Или все-таки вы каким-то образом сами узнали? Андрей Павлович сказал, что есть такая версия, да? Ага, все, я поняла. Легенда. Вы пошли в разведку. Скажем так, вы пошли в разведку. Очень корректно сказал, что есть такая легенда. Все понятно. Что к нам обратились в строители. Ну, конечно же, разные версии есть. В общем, ведущий крымский спелеолог попал в пещеру, которую впоследствии назвали Таврида, и... Попали, увидели, что пещера очень большая, нетипичная для того района, для того региона. Там есть, конечно же, в Придгорье есть пещеры, но не такого большого размера. Нет, вот Волчий грот, помню, но это совсем другое. Это рядышком. Но это совсем другое, да. По сути дела, это та же самая пещера. Это же комплекс, да? От Волчьего грота до пещеры Таврида – это одна пещерная система. Осталось все только раскопать. Это 99%. Планируете? Да, конечно. Конечно, планируем, да. Но как только это получится, не знаем. Ну, в этой жизни. Ну, понятно, конечно. Для этого исследовательские работы запланируем. Для этого образование пещеры и Волчьего грота, и вот эти пещеры Таврида одинаковые. С точки зрения образования, спелегенеза, образования пещеры – это огромное пещерное поле. И мы надеемся, что мы найдем. Ну, это вот, давайте я предлагаю, мы вот это с вами как раз тему обсудим в одном из эфиров. А сейчас вот продолжайте. Вы попали в пещеру Таврида. Да, да. Пещера Таврида. Ну, увидели действительно, что пещера очень большая, большого размера. И надо сразу непонятно. Сразу было известно, я смог пройти в одну сторону, там, метров 70, в другую сторону метров 30-50. То есть, метров 100 с хвостиком. Преграждал завал в одном месте, в другом закупорено глиной было. В первый раз, когда пришли. Ну, когда уже стали подниматься, нас встречали с дорожными работниками и говорили, что, ребята, ну, давайте как-то объяснили, что это очень проблема, что над нами всего лишь полметра-метр перемычка, работает 60-тонный гидромолот тяжелый, экскаваторы, КАМАЗы ездят. Ну, тяжелая техника, да. И она может провалиться. Мы объяснили, нам вежливо сказали, что, пожалуйста, отойдите, как рабочие могут сказать вежливо. И вот мы через некоторое время вернулись уже... И приятно все-таки с вежливыми людьми общаться. Ну, да. Ну, и мы таки, быстро, пожалуйста, не ругайтесь. Мы придем и начали уже... Только вот совершенно серьезно. Пока не дошло до высшего руководства, на среднем звене, на нижнем звене, мы мешаем срокам сдачи объекта. Мы приходим, и мастеру нужно сдать, у него сроки, у него там бегом-бегом. Пока не дошло до Ивсюкова, пока не дошло до высшего руководства ВАДа, пока не... Сергей Валерьевич поручил Юрию Михайловичу госсунику заниматься этим, и только пока не собрались на высшем уровне. Все руководства Автодора, Крымского ВАДа, от Министерства экологии были представители... Ну, то есть губернатор Крыма, председатель Совета Министров, руководство ВАДа. Только тогда сказали, что сразу же сказали, конечно, вот высшее руководство, в честь их влади, действительно понимают, что это важно для Крыма. То есть не только уровень, что необходимо, что здесь делать, вот узкое направление, а смотрят шире, что Крым, это не только вот сегодня нужно сделать три километра дороги, не только так. Ну, а потом уже и среднему звену дали... Ну, понятно, когда... Конечно же, руководство к действию, да. И, конечно, мы действительно приняли это проектное решение, что мы сделали над пещерой мост фактически, хотя была мысль такая, одна из первых рабочих версий, переносить трассу. Но переносить трассу, это очень сложно. Это отчуждение земли, новые проектные документации. Конечно, но деньги другие, да. Ну, даже время другое. Даже может, я даже не знаю, деньги другие или нет. Время, безусловно, сроки, да. Потому что построить мост, пещеры, это, я не знаю точно, но по рассказам очень много. Очень много, потому что это специализированная техника, которая может были диаметром метра двадцать такие отверстия. Да нет, я сейчас просто на память не помню. Это не закрытая информация. Цифры известны все. Действительно, это дополнительный денежный транш был. Ну, конечно, я просто не знаю. По разным рассказам очень большие деньги. Те вот сотрудники, они так, ВАДА, они не то, что так прищутили над нами, что нам было проще вас заказать ученых, дешевле было бы. Дешевле было бы заказать ученых, чем строить этот мост. Мы разрыли бы бетонное все. Ну, это, конечно, шутка была, скорее всего. Но такая шутка... У каждой шутки есть. Да, такая шутка практически бывата в то время у наших коллег. Ну, это, конечно, безусловно шутка. Ну, да, мы в итоге сделали, но потом-то пещеру закрыли. Закрыли вот тот вход, который они здесь строили, они закрыли бетоном, все, они поставили асфальт. Входа в пещеру нет. Что мы сделали? Мы сделали топографическую съемку пещеры. И в том месте, где она ближе всего приходит к поверхности, мы пробовали отверстие диаметром 60 сантиметров. Есть такие буровые для воды. Называется... Подожди, а почему закрыли вход? Ну, как вход? Трассу поставили. Мы поставили трассу Таврида. Но вход это там, где проваливался ковш экскаватора. Это, по сути, появился вход. И там должна как раз проходить была трасса. То есть, по сути, провал закрыли. Да, трассу, трассу. И все. И входа в пещеру больше нет. Все, все закрыто. Но от 25 до 10 метров скалы. Как туда попасть? Ну, вот реально. Мы знаем, что она там есть. Но как туда попасть? Исследовать-то хочется. Мы для начала, для исследования, для понимания, что там происходит, мы пробурили отверстие диаметром 60 сантиметров, глубиной 9 метров. Поставили там такие... Ну, такой колодец. Колодец пробурили. Такие скобы повбивали. Такие ступенечки сделали. И сделали на поверхности... Над входом сделали домик, чтобы никто не проваливался. Ну, какую будочку из ОСБ сбили, из фанеры. И начали исследовать в течение, наверное, года. Наверное, точно такая будочка у нас стояла. И мы исследовали... Именно занимались исследованием, вот как до науки. То есть, она могла бы так и остаться. Но потом, конечно, было принято такое замечательное решение, что когда все, Андрей Павлович, мы проговорили неоднократно, что осознали, что это очень важно. Осознали масштабы. Да, значимость. И перспективы, главное. Была возможность выделения финансирования. Конечно же, это очень сложная задача. Представьте, Андрей Павлович говорит, вот посчитайте, сколько нужно, чтобы сделать комплекс. Как я могу посчитать, сколько нужно? Конечно, это так вот, очень пальцем в небо. Но, тем не менее, финансирование было выделено. Сделано правильное проектное решение, что не просто один вход, винтовой какую-нибудь дырочку просверлили, и все. Нет, было сделано именно социально ориентированное для маломобильных граждан, что сделаны траншеи. Это было удорожание строительства, безусловно, эти траншеи. И, с одной стороны, вход и выход, то есть, транзитный поток. И то, что можно спокойно для... И не только для инвалидов. Сейчас многие приезжали, сейчас мы делали промо-акции для экскурсоводов. Они говорят, наши пожилые люди, ну, есть группы пожилые. Конечно, да. И подниматься по ступенькам, и это в пещере мраморно или что-то, ну, тяжело просто. А здесь ты идешь потихонечку. Мамы с колясками приехали, не брать ребенка, не носить его на руках. В коляске проехали, тоже удобно. То есть, это очень... То есть, это удобно для посетителей, в принципе, всех. Сейчас многие музеи задумываются, особенно те, которые только образовываются. Это правильно, конечно, безусловно. Ну, и сейчас у нас... Мы постарались все к этому приспособить. Сергей Евгеньевич, что сейчас представляет собой Аспелево-Палеотнологический комплекс пещеры Таврида? Ну, во-первых, надо отметить, что это отдельное структурное подразделение университета, которое создалось 15 декабря прошлого года. И мы уже полностью работаем по реализации непосредственно нашей прямой задачи. Изначально это поток туристов, которые едут в Крым. У нас... Что-то мне подсказывает, что не будет проблем с туристами. Не будет проблем с теми, кто захочет посмотреть. С туристами проблем не будет. Интернет давно уже пестрит. Информация о том, что спелеополитологический комплекс пещеры Таврида, как они ее называют, работает. И очень удивляется, приехав и увидев, что еще производится работа. Но в настоящее время мы таких людей не можем принять в связи с тем, что на строительной площадке не... Официально еще не было открытия, во-первых. Да, и, соответственно, не было официального открытия для всего этого. А само расположение комплекса, оно просто просится на то, чтобы практически первое место занимать в Крыму на посещаемость подобных объектов. Указатели есть уже? С трассы Таврида? Мы знаем, что там совершенно доступны подъездные пути, там абсолютно никаких нет проблем со съездом, не нужно делать специальные какие-то крюки, да, и многокилометровые указатели. Да, значит, давайте по поводу съезда. Действительно, так удачно получилось, что ВАДом был запланирован именно в этом месте съезд с кольцевой развязкой. Объект находится от кольцевой развязки буквально в 300 метрах, и везде уложено асфальтобетонное покрытие на дорогах. Что касается знаков, то в настоящее время у нас ведется подготовка договоров на установку знаков к существующим установленным дорожным информационным знакам, которые показывают направление движения к населенному пункту. Получаем разрешение, делаем закупку, и организация, которая специализируется на производстве знаков и их установке, производит их монтаж на существующие знаки. То есть в ближайшее время знаки появятся? Да, знаки появятся, но они появятся в ближайшее время в районе съезда, но в планах у нас подобные знаки установить практически от самого моста. Ну, то есть по всей трассе. По всей трассе и от Севастополя в нашу сторону, соответственно. По всей трассе Таврида и с одной и с другой стороны. Давайте напомним, состоится открытие 28 июля. 28 июля. Торжественное. Торжественное открытие состоится в 17.30, будет приглашено руководство Крыма. Это будет открытие официальное. Всех гостей мы ждем, ну, грубо говоря, со следующего дня после официального открытия. В какое время работает пещера? Будет работать? С 29 июля? А то сейчас ринутся люди завтра. С пятницы этой недели. С пятницы этой недели. Работа пещеры на фазе открытия, то есть мы эту фазу действительно называем открытием. мы должны понять, как она работает, какой у нас будет турпоток, но мы проецируемся с 9 часов до 19. То есть, соответственно, первая экскурсия у нас на маршрут будет уходить в 9.10. Последняя экскурсия в 18.10. Учитывая протяженность экскурсионного маршрута, который составляет 485 метров, это ориентировочно 45-50 минут, ну, час максимум. Это то время, которое человек сконцентрированно может, маломальски сконцентрированно может слушать лекцию экскурсовода. А сейчас, чтобы попасть на экскурсию, нужно какой-то предварительный, прозвон или вот подъезжаешь и идешь? Еще раз говорю, у настоящее время. А после того, как откроется? После того, как она откроется, у нас будет полностью фунциклировать касса, в которой можно будет приобрести билеты. Также будут у нас на основе договорных отношений с юридическими лицами приобретения билетов по безналичному расчету для туристических компаний. Ну, то есть, можно будет просто приехать без предварительного какого-то, да? Совершенно верно. В зависимости от наполнения групп, которые будут составлять ориентировочно до 20 человек. И имеется в виду, как автобусные, так скажем, экскурсии, которые целенаправленно приехали, так и люди, которые в индивидуальном порядке решили посетить комплекс. Даже больше того, те группы, которые приезжают на автобусе, они приезжают к определенному времени, которое оговорено непосредственно с экскурсоводами, которые их привозят. Те же, кто приезжает самостоятельно, мы формируем группу на ближайшее свободное время. Давайте теперь вопрос такой каждому из вас, но каждый со своей точки зрения. Что для вас было самым интересным, самым неожиданным, пожалуйста, Андрей Павлович, я имею в виду, конечно же, с того момента, как вы узнали о существовании пещеры, и до вот уже сейчас, когда буквально остались считанные часы до открытия. На самом деле это уникальное именно открытие, хоть у нас слово «открытие пещер», но открытие, когда мы нашли пещеру, это открытие мирового уровня. Действительно, таких объектов в мире можно пересчитать на пальцах одной руки. Это раз. Дальше сейчас следующее. Мы ждем тех открытий, которые ученые находят каждый день, и особенность, что туристы, даже когда будут ходить, они будут видеть в соседних галереях, действительно, копошатся палеонтологи, выкапывая что-то новое. Проводится научное изыскание. Да, и очень здорово подходить к ним и смотреть, а что же они новое открыли. Надоедать им своими вопросами. Но никуда не денешься. На мой взгляд, это вот самое познавательное, что может быть, потому что многие вещи, если археологические, они достаточно небольшая линейка по времени, и есть различные углеродного анализа, методы определения, когда это было произведено, то здесь, на самом деле, линейка определения, когда периодичность, когда у вас миллион или более миллиона лет, крайне сложно. И там палеонтологи, они приноровились это осуществлять по морфологии костей грызунов мелких. Они смотрят грызуны, они понятно им, как они видоизменялись, и в зависимости от этого они датируют находки. Очень интересно, на мой взгляд, крайне познавательно. Если вдруг там будут обнаружены еще и останки человека, тогда она превращается в археологическую, и еще больше статус. Тут вообще комплексное изучение. Да, опять, к периодичности этот человек, возможно, какие-то входы в пещеру Таврида были не закрыты. Мы допускаем, что это действительно подземный город, и если ледник закрыл основные, то, что мы сейчас открыли, вот этот квартал, условно назовем его квартал Гиен, тогда это их, они там проживали, Гиенна Таун, то он был закрыт, и мы понимаем, что там нет следов жизнедеятельности, там, менее чем миллион лет. А вот, может быть, есть другие входы, где действительно может найтись и человек, и это прям уникально. То есть, реально вдохновляет или воодушевляет те открытия, которые еще готовит пещера. Согласна, с вами уже пожалела, что в свое время не связала никак жизнь с полионатологией. Геннадий Викторович, вы, для вас, я прекрасно знаю, что далеко не первое это открытие, и во многих уникальных местах вы были, и я имею в виду в пещерах, но, тем не менее, вот здесь, что самое для вас было, самое для вас было такое необычное, может быть, какое-то вот действительно такое ошеломившее? Ну, ошеломившего, наверное, нет, но то, что необычное, да, это комплексное, именно комплексное. Во многих пещерах действительно делались открытия, но это, например, прохождение в глубину, или прохождение в длину, или сифон, или какое-то открытие, какое-то археологическое, а здесь в одном месте собрана несколько детских историй, и как она образовалась, то есть сразу вместе, сразу вместе, конечно, когда это... Начинается с образования, заканчивая открытием ее, да? Да, это такая богатая история такая получилась, конечно, с этим очень интересно. Я надеюсь, что вот для меня это стала такая комплексность такая. Сергей Евгеньевич? Ну, мне добавить тому, что сказано коллегам, нечего, я больше думаю... Ну, так прям уже нечего, как вы, как директор такого центра... Я больше задачиваюсь о работоспособности комплекса и о том, что мы планируем реализовать в ближайшие перспективы. Ну, вот в двух словах, ближайшая перспектива, что планируете реализовать? Ну, во-первых, у нас очень огромное желание действительно сделать ландшафтный дизайн всего комплекса, это первое. Потом очень огромное желание добавить какую-то дополненную реальность ко всему тому, что у нас есть вообще... Имейте в виду визуально, визуализировать? Да. Вообще, как вот, если правильно рассудить, то пещера, она статична, да? Мы находим у нас специалисты, и палеонтологи, спелеологи дальше уходят в какие-то стороны, что-то находят, но оно в большей степени нет возможности посмотреть посетителям это. И для того, чтобы люди захотели приехать еще раз на наш объект, у нас есть огромное желание сделать дополненную реальность внутри пещеры. То есть, есть такие вещи, как 3D-мэппинг, например. Это специализированные проекторы, которые позволяют вне зависимости от топографической поверхности стены проекцировать на стены как статичные, так и анимированные картинки. И мы можем прямо на стенах, например, показывать, как формировались купола этой пещеры. Ну, то есть, использование современных технологий, правильно? Это такой постоянно развивающийся комплекс. Конечно, мы много не можем рассказать. Наше эфирное время ограничено, поэтому жду вас всех в следующих наших эфирах. В этой студии определим темы, и, я думаю, будет не менее интересно. Спасибо огромное. До свидания. Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио «Спутник» в Крыму.